Время Отца и Сына и Святого Духа Аминь! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогие братья и сестры, сегодня мы празднуем День Памяти Живого Марионоса. В то время мы все знаем из Евангелия, что все апостолы испугались и оставили одного Иисуса. Только Живого Марионоса и Матери Иисусова. И один апостол, всего лишь Иоанн Богослов, который любил Иисуса, следовали по тем местам, где Господь наш принес свои страдания, и где Его и распяли. И вот мы слышим из Евангелия, что когда Его поховали, похоронили Его, пришел тогда, вернее, когда Иисус Христос умер на кресте, пришел Иосиф Сарамофей, и не боялся, пришел к Пилату и просил тела Иисусова. И вот взял ее в плащеницу чистую, и обвыл ее, и похоронил его в новом высеченном гробе. И вот три женщины-мироносицы купили аромат пахучий, чтобы намазать тело Иисусова, и шли воскресенье утром к гробу. И между собой они размышляли, кто же нам откроет гроб, ибо камень был очень тяжелый. И они вот думали, кто бы нам помог. И когда подошли к гробу, они увидели гроб открытый. И не было стражей, не было никого. И вот когда они вошли в середину гроба, то увидели юношу. Одежда его сияла, как солнце. И он начал говорить, к чему вы пришли? Вы ищите Иисуса на дыре распятого. Его здесь нет. Он воскрес. Бежите в город и расскажите апостолам и Петру, что Господь воскрес. И Он встретит вас прежде, нежели вы соберетесь вместе в Иерусалиме. И мы знаем из Евангелия, что никто не верил, тем же Он в мироносец. И никто не хотел поверить. Даже вы знаете апостол Петро. И мы слышали, что Господь, приедя, когда пришел в двери, дома были закрыты, и окна. То Он сказал, мир всем вам. Не бойтесь. Дух не имеет тела. Вот пройдите и подрогайте меня. Это Я. И то же самое Филипп не верил. Но Господь прославил жену Марионосец. Они везде всегда первые были. Вот и в нашей жизни, дорогие братья и сестры. И у нас есть тоже жен Марионосец. Вот если посмотреть на наш храм, то большинство в нашем храме жен Марионосец. И как говорил Абоконий, а патриарх Пимен, да, Преосвященные, где бы мы с вами были сегодня, если бы вот не эти белые платочки. Иногда, дорогие братья и сестры, люди не замечают тех добрых дел, которые вы делаете для святого храма. Какая-то жена Марионосеца печет просверки и трудится на кухне. Какая-то жена Марионосеца чистит подсвечники. Какая-то жена Марионосеца убирает храм. И кто-то трудится в коре. Кто-то трудится, вы знаете, в церковной школе. И везде, везде есть наши жены Марионосеца. Правда, и труд бывает незамечен. Но, повторяю, что Господь видит все. Может, люди даже не скажут спасибо вам, но Господь ничего не забывает. Он знает все, милует и благословляет. Как же нам жить, дорогие братья и сестры, чтобы в нашей жизни спастись самому и спастись нам, помочь спастись нашим родным и близким. А первое, это должна быть любовь. Все, что мы делаем, мы должны делать с любовью. Без любви нет спасения. Мы должны быть милосердными друг другу, научиться прощать друг друга и помогать, насколько мы можем. Все, что можете делать, делайте. Все, что не можете, положитесь на волю Божию. А Господь укрепит, подскажет и нас остановит. В нашей жизни бывают разные искушения, и человеку трудно бывает спастись. Как в один случай, молодая женщина вышла замуж за православную. Она была крико-католической. Вот, и она ходила постоянно всякую, детей растила, и всегда знала мужа, чтобы он пришел в православный храм. А он ей отвечал, ну вот, ты грешница, ты католические веры, ты должна идти каяться, и каждое воскресенье посещать службу, и просить у Бога прощения. А я с роду в род православный, мне в церковь не нужно ходить. И бедная женщина ходила, несмотря на то, что она была другой верой, ходила в церковь, научила детей любить Бога, трудилась на славу Божию, и никогда не осуждала свою супругу. Поэтому, дорогие братья, берегите своих жен, берегите их, любите их, помогайте им, поддерживайте им. Сегодня не так очень дорого пойти в магазин купить букет цветочков. Но бывает, этот цветочек иногда приносит им радость на лице. Счастья вам, мои добрые, добра, любви, радости и благотворочные. Повторяю, иногда наш труд, ваш труд, есть незамечен. Как молодой червала один вагин, а в сильную жару лег под дерево. Дерево было очень большое. Он лежит и смотрит наверх, и выйдет, и говорит сам себе, Господи, какая несправедливость. Вот такое большое дерево, а такие маленькие плоды на этом дереве. И вот это, одно яблочко с дерева упало, и прямо ему, он ударил его на ногу. И он говорит, Господи, слава Богу, что это было не большое яблоко, а маленькое яблоко. Вот это дерево большое, это наш храм. А вот эти плоды, вот это ваши добрые дела, которые бывают иногда незамеченные. Но без добрых маленьких дел нету больших дел. Мы без вот той же самой такой мелочи, если мы не будем убирать, не будем трудиться, то храм наш будет грязный и неубранный. А не бойтесь, повторяю еще раз, если даже люди не скажут вам спасибо, не ждите милости от людей. Господь знает все. Он знает ваши добрые сердца, знает ваши труды. И я знаю, время придет, и он даст вам ваши награды. Счастья вам, милые и добрые. Берегите себя, своих родных, и дай Бог, чтобы в вашей жизни все и всегда было хорошо. Христос воскрес! Болище! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова